Продолжение следует... 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 3 минуты. Все это есть у нас в расширенном курсе в настройке компьютера, да, то есть как, что, зачем, для чего и почему, что у вас не возникает дополнительных сложностей и вопросов. То есть помимо того, что они не смогли настроить электронную подпись, они оплатили за дату в 400 тысяч, вообще непонятно на какие реквизиты, да, то есть теперь они с этим мучаются и разбираются, потому что у нас была обговоренность на небольшую сумму на участие в торгах. То есть для того, чтобы избежать всяких вот таких вот формальностей, для того, чтобы понимать, куда, зачем, для чего и почему, нужно прийти к профессионалу и научиться у профессионала. Самому разобраться в муниципальных торгах, я уже 6 лет с ними работаю, с этими муниципальными торгами, и каждый раз, каждый раз, с каждым лотом у меня возникают какие-то вопросы. Более-менее я ориентируюсь в лотах, когда мы уже работаем с конкретной администрацией, то есть у них правила, я нахожусь в Томске, работаю в Томске, в Томске район, у них более-менее правила одинаковые, поэтому я понимаю, что нужно той или иной администрации, как они выставляют торги. Мы организуем сами торги, то есть я являюсь организатором торгов. Они непосредственно у нас заходят еще люди, можно задавать, можете пока заходите в эфир и можете задавать вопросы. Аудио я вам дала, в принципе, без проблем. Вы можете зайти и еще задать вопросы. Итак, по муниципальным торгам, то есть я нахожусь в Томске, в Томском районе и более-менее уже здесь ориентируюсь, но каждый раз, когда я захожу в новый регион и знакомлюсь с новой администрацией, да, то есть на участие в торгах, там абсолютно новые правила. То есть я также являюсь организатором торгов и я понимаю, откуда могут происходить ошибки, когда они могут происходить, да, то есть что с ними делать. То есть банальный организатор торгов, это самый обычный человек, просто специалист, которому поручили провести торги. Что он делает? Он берет, садится, и он не понимает, что нужно, и он просто копирует откуда-то. Он копирует, и дальше что? Он под себя подставляет. Но он не знает, многие не знают тонкости электронной платформы ДИС, электронных торговых площадок, да, то есть из-за этого у нас очень много разницы во времени, мало информации какой-либо публикуется, торги оспариваются, УФАС выписывает штрафы, да, то есть люди не понимают, что делать. То есть, к примеру, у нас арендные, если мы возьмем отношения, раньше был 67-й приказ ФАС, да, то есть раньше кто у нас заходил в аренду безвозмездное пользование, государство арендовал помещение, ну, либо какой-либо другой объект, да, то есть без разницы. Что происходило? То есть если победитель не заключал договор, второму не возвращали задаток, он обязан был заключить договор аренды, да, то есть люди просто об этом не знают, не понимают, и потом уже, когда что-то происходит, уже мы бегаем, махаем руками. А нужно ли вам это? То есть я подготовила для вас полную программу, полный цикл, чтобы вам понимать, что такое муниципальные торги, не просто понимать, а научиться с ними работать. Вы можете работать не только для себя, но и оказывать услуги по участию в торгах. Специалистов на рынке очень мало, несмотря вроде бы как бы на большое количество, да, то есть, ну, в реальности специалистов мало, которые могут грамотно ответить на вопросы. Еще раз повторюсь, 6 лет я работаю с муниципальными торгами и 6 лет я учусь. Если вы решили, что вы просто зайдете на платформу Гистарги, посмотрите там и решите, что нет, я разберусь сам, пожалуйста, без проблем, давайте сразу на берегу договоримся. Вы мне тогда не пишите, а подскажите, а помогите, а вот здесь у меня что-то пошло не так. Нет, вы взрослые люди, вы ответственные люди. Есть ролики на Ютубе, есть ролики на Дзене, Ручью без статьи. Все, вся эта информация, все, что я хотела, я ее открыла в доступе. Если вы хотите работать с муниципальными торгами, без проблем, вы заходите, всю информацию вы изучаете самостоятельно. Но если вы хотите мою поддержку, работы со мной, то вы, соответственно, записываетесь на обучение и уже либо в индивидуальном порядке я отвечаю в частном вам на вопросы, либо у вас есть куратор, где вы также общаетесь со своими сокурсниками, да, то есть общаетесь со своими сокурсниками, вам на вопросы отвечает куратор. И куратор вас ведет. Никогда в жизни никому я не отказывала в помощи. И вы должны это понимать. Поэтому у вас два варианта, да, то есть первый вариант какой? Это совершенно спокойно после всех видео их достаточно для того, чтобы вам пойти в путь и участвовать в торгах самостоятельно. Если вам этой информации недостаточно, если вы не хотите ошибаться, вы не хотите набивать шишки, то, пожалуйста, записывайтесь на курс муниципальной торги. Это что касалось муниципальных торгов. И сразу вам еще хочу сказать, что, да, то есть вопросы приходили мне в бот-молоток, я опубликовывала, что у нас было в боте-молотке. Какие вопросы? Первый это по электронной подписи, да, то есть по электронной подписи приходит очень много вопросов, потому что многие по ИП не могут настроить электронную подпись. Они ее получили, не знают, что с ней делать. Но я уже сказала, там дополнительно нужно устанавливать программу CryptoPro. Либо дополнительно еще многие путают госключ, который через госуслуги выдается и в МФЦ подтверждается с электронной цифровой подписью. Вот госключ нам не подходит по этому вопросу. По задаткам. Задатки у нас абсолютно разные. Могут быть 10%, могут быть 5%, могут быть вообще не устанавливаться, может быть 100%. Все это зависит от законодательства, то есть на основании, от вида торгов и на основании того закона, на котором реализуется наше имущество. Если у нас реализуется, к примеру, по приватизации, по продаже имущества, то это 178-й федеральный закон. До 2024 года был 20%, сейчас у нас муниципалы 10% устанавливают. Также был вопрос по поводу заключения договоров, то есть заключает ли договор, если заявку подал единственный участник или допущена только одна заявка на участие. Здесь все тоже условно и зависит непосредственно от форм проведения торгов, от вида проведения торгов, то есть аренда и продажа, обращенное имущество, приватизация, земельные, да, то есть торги, непрофильные активы. Вот каждый, вот каждый вот этот вид торгов, он реализуется на основании какого-то закона и какой-то статьи. И вот от этой статьи конкретно мы понимаем, можно заключить договор с единственным участником или нет. Мы это все непосредственно просчитываем сразу, да, то есть когда мы заходим на участие в торгах, я открываю эту ссылку, я уже вижу, я уже знаю, на что обратить внимание. Следующий был вопрос по поводу электронно-торговых площадок по регистрации. То есть когда мы берем электронно-цифровую подпись, мы ее настроили и зарегистрировали всю ГИС-торги, у нас автоматически идет регистрация на восьми площадках. Но где-то мы подгружаем электронную подпись и дополнительно подаем на регистрацию, где-то подгружаем документы, да, то есть где-то выбираем дополнительные категории для участия в торгах. Все это на курсе мы рассказываем, что, для чего, зачем и почему. То есть и вас мы, конечно же, всему этому обучим. Как еще раз повторюсь, если вы не хотите учиться, то вы можете делать это по видеороликам абсолютно бесплатно, но не напрягая меня, да. То есть почему я не говорю «не напрягая меня», потому что потом очень много вопросов с роликов приходит, а как мне это сделать, а как мне это сделать. И постепенно один-два вопроса превращаются в том, что я становлюсь личным консультантом. То есть «а помогите, пожалуйста, а у меня это, а у меня то». Это, да, то есть давайте видеть наши грани. Это моя работа, это мой хлеб, и за то, что я шесть лет учусь, получаю информацию, набиваю шишки, знакомлюсь, организую торги, да, то есть и так далее. То есть я постоянно узнаю что-то новое, я постоянно повышаю свои знания и квалификацию. За это я получаю свою зарплату. Один вопрос спросить. Да, конечно же, я никогда не отказываю в помощи, но я не ваш личный консультант, и я не буду вас консультировать по вашему любому поводу, если что-то у вас пошло не так. Если вы переведете задаток не туда, конечно же, мы его поможем вернуть без проблем, но это будет стоить денег больше, чем мы бы изначально заходили сразу в торги, да, то есть или вы бы с нами заходили в торги, либо вы бы обучились, да, то есть у вас уже не было бы этих вопросов и не было бы таких ошибок. Торги с нарушением, да, мы помогаем оспаривать также у вас. И в курсе у нас вся эта есть программа по оспариванию в Уфас. По ГИСТ торгам я рассказала, а по НДС, да, то есть по НДС, по комиссиям тоже были вопросы, очень много в боте-молотке. То есть что у нас по комиссиям? Есть комиссия организатора торгов. До этого момента, да, то есть до 24-го года она была не установлена, она не была фиксирована, то есть и привлекали, да, специализированные организации просто на основании договора. И там была непонятная цена. Сейчас ничего не поменялось, но специализированные организации стали легальными. То есть она в законодательстве в виде прописала, что теперь можно привлекать специализированную организацию и прописывать там моменты, да, то есть по оплате, сколько мы должны оплатить конкретному специалисту. Сейчас это еще непонятно, то есть где-то, к примеру, в Крыму аренда 7 тысяч в год, но комиссии стоит 50 тысяч рублей, организатор торгов, плюс идет дополнительная комиссия электронной торговой площадки, судом, верховным судом это все подтверждено, судебная практика это есть, мы тоже судились. Поэтому здесь комиссии есть, комиссии нужно проверять, где, как перед заходом в торги, и это непосредственно все просчитывать. А также такой еще интересный момент по НДС, да, то есть тоже куча вопросов создает. У меня знакомый сам друг, лучший друг моего мужа, просто зашел, выкупил имущество за миллион такой через конце года, а почему у меня пришел НДС 200 тысяч? Я говорю, здрасте, приехали, а почему ты ко мне раньше не обратился? Ну, я не хотел напрягать. Вот это вот, я не хотел напрягать, переросло в то, что он просто в 200 тысяч еще дополнительно заплатил, то есть один 400 тысяч не туда перевел, не знаю, сейчас как будет искать, да, то есть пока ищет, ну пускай ищет, если зайдет, то в принципе, ну хорошо, что он молодец. Если нет, то мы будем разбираться, все равно мы найдем, как вернуть этот задаток, куда он ушел. Второй в 200 тысяч у нас залетел, да, то есть просто потому, что не посмотрел, как нужно заходить в торги, то есть от юрлица, от физлица и не просчитал этот момент. Третья женщина не так давно зашла, выкупила машину, оказалось, машина не на ходу, нигде ничего написано не было, то есть это на индивидуальном формате, то есть мы отменяли торги, чтобы ей могли вернуть за дату, чтобы она не потеряла своих денег. Поэтому муниципальные торги, несмотря на то, что это муниципалы, вроде бы все должно быть открыто, четко и понятно, но из-за путаницы в законодательстве, из-за неквалифицированных специалистов, потому что их никто не обучает профессионально, как организовывать, какие законодательства, какие нюансы, хотя курсов вроде бы очень много, но как таковой никто не обучает. И нельзя их сказать, что они плохие люди, да, то есть что вот это они только во всем виноваты. Нет, им просто дали задание, и им никто не объяснил, как это делать. И вот оттуда получается, что у нас идет путаница в муниципальных торгах, плюс какие требования устанавливает глава, опять-таки администрация, да, то есть как организовываются торги. Вот эти все нюансы, их нужно знать наперед. То есть когда мы только открываем карточку лота, что такое карточка лота, мы уже с вами проходили, как только мы открыли карточку лота, мы сразу увидели, что есть в этой карточке лота. То есть я уже вижу все нюансы и что мне необходимо проверить. Для меня это проверить пять минут делов. Но для человека, который будет впервые заходить в торги, он на одном лоте может висеть несколько дней. Да, то есть висеть, я имею в виду, что проверять, смотреть, читать, ему будет непонятно, что, зачем, зачем и почему. А когда он еще зайдет и выиграет торги, вот здесь тоже уже может быть проблема, что он торги-то выиграл, а что с этим имуществом делать, он не знает, потому что он думал, что, ну вот, что-то по-другому. Поэтому смотрите, решайте, просчитывайте. Все на вашей ответственности. То есть мы говорим про бизнес, про деньги, и это наша с вами ответственность. Кстати, про бизнес и про деньги я могу похвастаться своим офисом. Камеру маленечко покручу. То есть очень долгое время я работала без классного офиса. Теперь офис у меня расположен в центре, рядом с многофункциональным центром, где должно быть видно, что дает мне дополнительный трафик. Почему-то у меня сразу, что-то у меня сразу перестала камера ловить. почему-то я стала размыта. Почему? Не могу понять. Так, а если я сделала вот так, то тогда у меня очень большое лицо. Но меня должно быть видно. там компьютер, здесь я. Так, сейчас по серединке. Теперь давайте поговорим про земельные торги. Про земельные участки, про земельные торги. То есть в основном у нас были вопросы на тему участия в торгах. То есть безумно много статей о том, как приобрести первый земельный участок без торгов, как приобрести земельный участок бесплатно в собственность, для строительства дома. Давайте сразу поставим грани. Какие грани? О том, что без торгов мы можем приобрести земельные участки только там, где нельзя строить. Это личное пособное хозяйство, это сенокошение, это животноводство, это огородничество. Вот там мы можем приобрести земельные участки без торгов и только в аренду. Если мы говорим про земельные участки для строительства дома, то они проходят по большей части через торги. То есть первый вариант, как я уже говорила, Мы можем взять это через торги. Кстати, микрофон поближе поставлю. Первый вариант, мы можем взять их непосредственно через торги. То есть заходим на гистерги, заходим в аренду и продажу земельных участков. И там ищем, какие у нас готовые участки уже есть. Если нас это не устраивает, мы всегда можем найти свободные земельные участки. Свободные в публичной кадастровой карте через кадастровый приложение. Я вам показывала, как в телефоне мы можем найти земельный участок и проанализировать. Да, то есть можем мы его дополнительно сделать или нет. Вот сформировать вот этот свободный участок может либо лично человек сам через любую программу, то есть абсолютно через любую программу для кадастровых инженеров, но с ней тоже нужно разобраться. Если вы в интернете поищите, на самом деле очень много всяких разных программ, поэтому здесь можете, ну, хотите, найдите, но просто найти программу, сформировать схему, но это вам практически ничего не даст. Ну, это равно практически нулю. Потому что здесь важно понимать, что помимо, что мы делаем схему, нам нужно понять, как найти этот земельный участок, где его найти, в какой зоне, да, то есть вообще где это все есть. Научиться работать с законодательством, научиться делать схемы, еще научиться работать с администрациями, научиться работать с администрациями И дополнительно еще научиться работать с отказами. И по большей части, когда мы формируем схему, подаем ее в администрацию, если участок в очень хорошей локации, 95% у нас имущество земельных участков входит на торги, остаются 5% те, что самые неликвидные, то есть косые и кривые, без подъездных путей. А да, через аренду их выгоднее брать, потому что в большинстве регионов у нас выкуп идет от 1,5% и выше. Но у нас в большинстве регионов есть и 100% выкуп от кадастровой стоимости. Здесь тоже нужно непосредственно просчитывать и знать все эти нюансы. Вчера, кстати, мне нужна была помощь по заказу выписок. И я написала свои чаты, откликнулись мои ученики. И когда я попросила заказать несколько выписок, потому что я ограничена во времени, я спросила, что я вам за это должна. Ни один ученик написал о том, что вы мне ничего не должны. Я столько получил много информации за такую маленькую сумму, ну что, нет, я готов вам еще помогать, помогать очень много бесплатно. Поэтому не скупитесь, экономьте время, а время – это деньги. Записывайтесь на обучение. Я не говорю ко мне. Не устраиваю я вас как человек, как преподаватель, такой тоже может быть. Найдите себе другого специалиста, запишитесь к нему. Но это очень важно, очень важно научиться работать. Я не говорю сейчас про крутую команду, давайте в команду, вот мы вместе, мы команда. Нет, вам нужно понимать, как работать с торгами, как работать с землей, как искать, как формировать, как участвовать. И это все вы должны знать и понимать. Да, вы можете это делать самостоятельно, но человек, я насколько, покупаю курсы, да, то есть я покупаю их выборочно, только то, что мне нужно. И то на протяжении шести лет я приобрела более десяти курсов. Я приобрела, как приобрела, я обучилась на юридическое образование для того, чтобы мне можно было работать своими людьми, клиентами, да, то есть спаривать отказы у вас, да, то есть быть представителем и ходить в суды, и работать судами. Я не говорю, что вы тоже должны это делать, да, то есть, но если вы хотите денег, если вы хотите зарабатывать деньги, то, ну, без этого никуда. Нельзя вложить сто тысяч и заработать через месяц миллион. Нельзя вложить ноль рублей и заработать через месяц миллион. Для того, чтобы заработать хотя бы сто тысяч, десять тысяч или миллион, нужны знания, нужны практика и нужен опыт. А какое у нас большое законодательство и сколько у нас очень много, да, то есть имущества, выбора, всяких нюансов по участию, ну, самому разобраться достаточно сложно. Это вот проще голову сломать и вот работать на самой обычной работе. Ну, тогда да. А так, я вам просто рекомендую, прям записывайтесь на обучение. Я еще раз говорю, необязательно ко мне, к любому другому спикеру и обучайтесь, потому что это очень важно, понимать нюансы законодательства для того, чтобы не то, чтобы заработать, а хотя бы в минус не уйти. Я, может, я еще раз говорю, там столько нюансов по той же самой земле. Мы поработали по многим регионам. У меня в том курсе, да, то есть который был три месяца назад, который мы запускали перед Новым годом, из 30 человек 10 уже точно согласовали свои первые участки. 20 человек? Нет, они не могут согласовать, они не могут побить законодательство, да, то есть они не могут подбить администрацию. И мы ищем варианты, как можно с ними поработать. То есть они задают вопросы, и мы начинаем, то есть попробуйте вот здесь, попробуйте вот здесь, попробуйте вот так. Кто-то в личные сообщения мне пишет, потому что, в принципе, я никогда, как уже сказала, я не отказываю в помощи, но я не ваш личный консультант. Я не устану об этом повторять, потому что очень много людей, которые относятся ко мне, к моему труду, к моим знаниям, как к обязанностям. То есть что я обязана отвечать, говорить, да, то есть дополнять и тратить свое время. Просто потому что человек захотел, а просто потому что у него нет времени, ему лень просто лазить в интернете, искать информацию, он не хочет этого делать. Зачем это делать, когда можно написать специалисту, да, то есть, ну, это логично, понятно. Поэтому, друзья, на вопросы те, что у вас были, я вам ответила. Спасибо всем, кто был в прямом эфире, да, то есть я вижу, что у нас немного сегодня человек было, но тем не менее. Спасибо, что вы нашли время. Мне безумно это приятно, потому что я давным-давно не проводила живых эфиров. Мне есть что вам сказать. Я могу говорить о муниципальных торгах, о земле абсолютно много, безумно много, но у нас ограничено время. На этом я с вами прощаюсь. С вами была я, Юлия Куликова, эксперт по выкупу земельных участков, муниципальных торгов. Если вы решили для себя пойти со мной дальше на платный расширенный курс, то программу я вам пришлю в личные сообщения от Телеграм. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok